Неделя была праздничной и праздной. Во многом и у многих, потому все-таки я обещал, что с 7 числа мы выходим в эфир, но я не набрал, честно говоря, поводов для серьезного и длительного обсуждения событий минувшей недели, потому, наверное, мы отложим все вот эти странные события с обрушениями элементов тоннеля Восточного Выезда, с какими-то еще незначительными событиями, которые случились в последние дни. Оставим это на следующую неделю и обязательно об этом поговорим. Может быть, я еще и освежу информацию, потому что последние дни был ни в Башкирии, ни в Уфе. В общем, отложим на следующую неделю. Но завтра стрим мы обязательно проведем. И хочу я посвятить этот стрим Дню Победы. Предлагаю обсудить то, как в последние годы изменилось восприятие, наше восприятие роли Советской России во Второй мировой войне, как изменилось наше восприятие роли союзников Советского Союза в борьбе с нацистской Германией. И вообще вот обсудить то, что изменилось и как теперь мы к этому относимся. По-моему, это важно, потому что нельзя стоять на месте, нельзя относиться к войне одинаково 40 лет назад и сейчас. Хотя бы потому, что практически уже ушли все очевидцы. И, пожалуй, что события Второй мировой войны переходят уже в исключительно историческую плоскость. Для нас это будет носить ценность и духовную, и историческую. Так что есть о чем поговорить. Ну и в частности, еще хотелось бы поговорить про Ленд-Лиз. Его роль в 1945 году и его роль в 2022 году. Насколько это параллельные события, насколько мы готовы говорить о том, что в 1945 году Ленд-Лиз помог Советской России в числе союзнического объединения победить нацистскую Германию, и насколько в 2022 году Ленд-Лиз будет тоже способствовать чьей-то победе. В общем, вот это интересная, парадоксальная, противоречивая тема. Пишите свои вопросы сегодня вот под этим видео. Я их обязательно все увижу, и завтра мы их все обсудим. А завтра обязательно подключайтесь к нашему стриму, который начнется традиционно завтра в 21.00. Будем разговаривать, общаться. Не обязательно задавать вопросы только про войну. Если есть какие-то другие вопросы, присылайте их тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин